здравствуйте эта программа фокусе событий меня зовут анатолий никитин в принципе на этом все работать сегодня я передумал поэтому лучше поеду домой прямо из студии на автобусе здесь его и дождусь ну раз уехать не получилось придется поработать заодно кое-что интересное расскажу так вот говорят в скором времени граждане смогут жаловаться в прокуратуру на региональных чиновников не соблюдающих стандарты транспортного обслуживания в том числе расписание и интервалы движения общественного транспорта так что если например автобуса не дождались берем ручку и чистый листочек и пишем плохая работа потом сдаем прокурору на проверку как пишет коммерсант соответствующий порядок должен заработать в 2024 году издание ссылается на проект постановления правительства который подготовлен минтрансом при этом само понятие региональный стандарт транспортного обслуживания было введено еще в 2022 году теперь же предлагается определить конкретные показатели этого стандарта там и предельная доля устаревшего подвижного состава и максимально возможный интервал движения автобусов и троллейбусов доля транспортных средств оборудованных системой безналичной оплаты проезда и другие параметры согласно проекту субъекты федерации должны утвердить свои нормативы к 1 марта 2024 года и действовать они должны не менее пяти лет это и позволит гражданам защитить свои права и в случае нарушения стандартов жаловаться в прокуратуру но нам ли жаловаться казань вошла в топ-10 городов где скорость развития и комфорт общественного транспорта оказались наиболее высокими об этом пишут известия ссылаясь на данные аналитиков веб-рф итоговое значение складывалось из оценки продолжительности стандартной поездки времени ожидания на остановке интервалов движения и уровня удовлетворенности горожан работой общественного транспорта правда в тройку лидеров по удовлетворенности населения работой муниципального транспорта казань не попала самые довольные живут в оденцово череповце и южно-сахалинске всего же по результатам исследования выяснилось что средняя продолжительность стандартной поездки увеличилась показателя 18,3 минуты в 2021 году до 22 минут 2022 в дороге стали проводить почти на 4 минуты больше 22 минуты туда 22 минуты обратно примерно 14 часов в месяц и целая неделя за год в транспорте почти как в поезде москва владивосток только пейзажи не сильно меняются и чай в классических подстаканниках не разносят напомним что еще в середине августа на заседании президиума госсовета по вопросам развития общественного транспорта было озвучено что на автобусах трамваях и троллейбусах ежегодно совершается более 10 миллиардов поездок еще около трех миллиардов на метро и один миллиард на пригородных поездах также по озвученным данным из 135 тысяч работающих сегодня автобусов регионы просят заменить из-за износа более 57 тысяч до 2030 года это 42 процента также власти регионов попросили обновить 5 из 7 тысяч троллейбусов и 4 из 7 тысяч трамваев и эти обновления просто так не скачаешь что касается наших краев то татарстан за два года планирует приобрести более тысячи автобусов часть из них как раз заменит старый парк как ранее отмечал глава миндор транса республики фарид ханифов ведомство вместе с муниципалитетами участвует в двух федеральных проектах рассчитанных на 2023 2024 годы проектах по обновлению пассажирского транспорта парк троллейбусов тоже обновляется а именно в казани и альметьевске в столицу татарстана как раз недавно прибыли троллейбусы нового поколения всего их приобретено 25 единиц опять 25 а вот с трамваями сложнее там еще и сами пути обновлять нужно как сообщал муп метро электротранс чтобы обеспечить безопасность передвижения в общественном наземном электротранспорте казани требуется провести капитальный ремонт трамвайных путей подстанций и кабельного хозяйства в общей сложности на это необходимо выделить около четырех с половиной миллиардов рублей так то у нас еще и метро есть для желающих на общественном транспорте на работу добраться если только у вас дом и работа вдоль единственной ветки расположены всего же за минувшее лето в казанском метро проехались примерно 9,3 миллиона пассажиров в прошлом году этот показатель был на миллион меньше а вот вторую ветку достроят так вообще цифры другие будут но будет это только в 2027 году когда станции достроят а пока ждем ждем вторую ветку ждем автобус трамвай троллейбус в общем что раньше приедет это была программа фокусе событий смотрите нас и будете в курсе того что действительно интересно